Турлатовский полигон для отходов Скандалы, связанные с деятельностью, промплощадки не утихают круглый год, а между тем жители поселка вынуждены дышать опасными для их жизни и здоровья химическими испарениями В воздухе летают ядовитые смеси, появившиеся в результате взаимодействия химических соединений с такими названиями, что обывателю их и прочитать будет сложно Рязанские экологи бьют тревогу, жители Турлатова в панике, активисты регулярно проводят пикеты и акции, направленные на то, чтобы городские власти обратили наконец свое внимание на очевидную для всех проблему И отзыв имеет место быть В городе проходили десятки слушаний по этому вопросу Сам губернатор области публично заявил о необходимости прекратить деятельность предприятия И даже его слова будто ушли в пустоту Неоднократные проверки правоохранительных органов и попытки прикрыть лавочку приводили к тому, что полигон вновь начинал свою деятельность в том же темпе Менялось лишь название фирмы Организации меняются, то есть запрещать деятельность сначала одной организации, потом оказывается, что новая разрешительная документация получила иное юридическое лицо Хотя там руководство остается у этих юрлиц прежним Наиболее проблемным вопросом при осуществлении прокурорского надзора за исполнением закона в сфере природопользования и экологии По-прежнему остается вопрос размещения опасных отходов на промплощадке, расположенной по адресу город Рязани Ран-Турлатова-1 То есть это территория бывшего предприятия Химволокно Ранее на основании исков прокурора Октябрьского района, рассмотренных судом и удовлетворенных, была запрещена эксплуатация данных сооружений в качестве полигонов для размещения опасных отходов Также на основании исков прокурора были аннулированы лицензии, выданные ООО ДТА СИРС и ООВС, то есть предприятиям, которые осуществляли эксплуатацию данных объектов Несмотря на результаты анализов прокурорской проверки, которые указывают на многочисленные нарушения законодательства, влекущие за собой угрозу для окружающей среды, предприятие после небольшого перерыва продолжает свою деятельность Региональные контролирующие структуры, а именно управление Роспотребнадзора и Росприроднадзора вплоть до 2013 года, по всей видимости, проявляли излишнюю лояльность по отношению к недобросовестному бизнесмену, выдавая ему на руки всю необходимую разрешительную документацию Владелец полигона Валерий Деев Он является руководителем сразу нескольких фирм, одна из них даже занимается оказанием юридических услуг Это наталкивает на мысль о том, что его незаконная по всем показателям деятельность имеет сильнейшую правовую поддержку Это что касается полигона Вместе с тем, несмотря на то, что анализ результатов прокурорской надзоры свидетельствует о том, что деятельность в области обращения с отходов на территории бывшего химволокна Он осуществляется с многочисленными нарушениями законодательства, что в свою очередь создает угрозу экологической обстановке в районе Контролирующими органами по-прежнему выдаются положительные санитарно-атлантические заключения на указанную деятельность Так, в ходе проверки было установлено, что в октябре 2013 года ряду организаций, это Экопром, Экос, Проэко, Экосоюз Были выданы положительные заключения о соответствии с санитарным правилам зданий, строений, сооружений Которые данные организации планировали использовать для осуществления деятельности в области обращения с опасными отходами Проверка показала, что данные санитарно-атлантические заключения были выданы в нарушении требований федерального закона о санитарно-эпилологическом блоколучии населения А также в нарушении административного регламента А кто разрешительную документацию выдает? Управление Роспотребнадзора и Росприроднадзора Но вот причисленную организацию, например, экспертные заключения на этот раз получали в городе Москве и Санкт-Петербурге После вмешательства рязанских правоохранителей местные разрешительные ведомства нужные документы выдавать перестали Однако находчивый бизнесмен не растерялся и незаконно оформил все разрешения на фирму, зарегистрированную в Липецке То есть проблема вышла за пределы региона, масштаб не слабый Глядя на фотографии гор мусора на территории полигона, который, по словам самого предпринимателя, утилизируется, мурашки бегут по коже Страшно представить, сколько метров химически опасных отходов хранится под тонким слоем песка А ведь сутью существования фирмы в общем и целом является сбор, использование, обезвреживание, утилизация и размещение опасных отходов на очистных сооружениях На деле мы видим лишь бурого цвета водоем, непонятного происхождения жидкость сочащуюся из бочек и сотен бутылок, бетонные плиты Бог его знает, что еще творится на мусорной базе Класс опасности отходов высок, а территория не оборудована для их размещения должным образом База появилась около 50 лет назад, она уже просто морально устарела Несмотря на усилия правоохранительных органов, Валерий Деев продолжает свои попытки размещать опасные отходы в черте города И не безуспешно, как гласит народная мудрость, деньги решают все Поэтому нельзя исключать тот факт, что получение разрешительных документов в обход природоохранного законодательства происходило не без помощи высокопоставленных чиновников федерального уровня По результатам проверки в ЖД районный суд было направлено 4 исковых заявления о признании недействительными данных санитарно-экологических заключений Исковые заявления прокурора были судом удовлетворены в полном объеме Станет ли крайняя мера прокуратура финальной точкой в деятельности Турлатовского полигона или же продолжение следует? Будем надеяться, что узнаем об этом в ближайшее время Как нам сообщили, в правоохранительных органах в результате проверки незаконной деятельности полигона Своей работы уже лишились несколько сотрудников природоохранных органов А в отношении руководителя Росприроднадзора по Липецкой области возбуждено уголовное дело Так что история эта не только с запахом, но и с продолжением Субтитры создавал DimaTorzok